Доброе утро! Большое вам спасибо за вашу работу! Как всегда, мы видим, в нашей студии появились подарки. Подарки это приятно. Подарки не совсем не на добровольной основе, такие небезвозмездные. Нужно будет потрудиться, чтобы завоевать. И, как всегда, мы сегодня зададим вопрос, насколько я понимаю, нашим телезрителям. Для чего в дореволюционной России пожарные носили усы и густую бороду? Дозванивайтесь к нам в студию по телефону прямого эфира 311 29 47, подгороды Екатеринбурга 343. Подарки, которые лежат на столе, они достанутся именно вам, если вы правильно ответите, зачем же пожарным. В начале их, так сказать, деятельности нужны были усы и борода. Не будем давать вариант ответа, подскажем в случае чего, если что, вдруг. Ну, а сейчас зададим вопрос, во-первых, сколько лет исполняется пожарной охране? У нас юбилей 365 лет. В 1469 году родился этот праздник. А официально, вот 30 апреля, это указом президента в 1999 году. Я хочу обратить внимание, что это праздник не только государственной противопожарной службы, но и лесных пожарных, и пожарных-пожарных поездов, и в ГУФСИНе есть своя пожарная служба, ну, в общем, во многих ведомствах, поэтому сегодня хочется поздравить всех, в том числе добровольцев, которых у нас в области более 10 тысяч. И, возможно, прямо сейчас мы поздравим и нашего телезрителя, который дозвонился и хочет ответить правильно на вопрос. Алло, доброе утро. Вот, продолжаем интервью. Это был телезритель быстрого реагирования. Андрей Викторович, как вы будете отмечать юбилей? Столь большая дата у вас? Ну, юбилей мы уже отмечаем в течение всего апреля. В каждом муниципальном образовании прошла противопожарная ярмарка. Вот такую новую форму придумали, где можно было купить все, что необходимо. Мы показывали, что можем, и учили элементарным вопросом пользования первичными средствами пожаротушения. То есть вот такие ярмарки. Прошла 25-го, несмотря на непогоду, на площадь 905-го года. Вот центральная такая ярмарка, где мы показали всю свою технику, начиная с 1937-го года и заканчивая сегодняшним годом. Был молебен 24-го числа в честь пожарных в храме на Крови во главе с Владыкой Кириллом. И во всех церквях Свердловской области такие в разное время вот сейчас прошли. Ну, вчера у нас была кульминация, торжественное собрание, концерт, чествовали ветеранов. Ну, сегодня коллективы справляют у себя в муниципальных образованиях. И, соответственно, тоже у каждого... У кого-то сегодня торжественное собрание, у кого-то сегодня молебен, у кого-то ярмарка. Ну, везде это все идет. Сегодня-то праздник завершится у сотрудников МЧС, а завтра-то эти майские праздники начнутся у людей, так сказать. Вот, а именно службу. Звонок у нас сейчас снова попытает кто-то счастье. Доброе утро! Доброе утро! Как вас зовут? Меня зовут Ксения. Ксения, очень приятно. Вы знаете правильный ответ на вопрос, зачем же усы и борода... Пожарные были в начале возникновения пожарной ажиона. Ну, для того, чтобы защититься от дыма. То есть их носили в качестве противогаза. Вот, Ксения, молодец! Да? Распиратор, да. Ксения, вот эти вот замечательные подарки достаются именно вам. Спасибо вам большое за звонок. Все, Ксения. Пожалуйста. Андрей Викторович, подожди, дай я-то хоть один вопрос задам. Меня тревожит. Вот, да, у вас не заканчивается сейчас праздничная история отдыхом. Придется трудиться, потому что впереди огромное количество праздников. И народ рванет. Блес! Рванет в леса, к воде. Есть ли какие-то рекомендации по тому, как себя вести, когда вот мы оказываемся в лесу, например? Ну да, естественно, в празднике сейчас, тем более, вот у нас затянулось конец зимы. Угу. Поэтому сейчас все на садовые участки. Я прошу просто всех не сжигать то, что у вас осталось. Убрать траву обязательно, потому что вот тот случай, который был буквально неделю назад, когда в результате сильного ветра у нас очень много было возгораний травы, они переходили на садовые домики, на бани. Вот это вот надо учесть. Ну и при выходе в лес, естественно, не разводить огоны, а если разводите, то, пожалуйста, потом ликвидируйте последствия этого костра или шашлыка. Ну, конечно же, будьте внимательны. Андрей Викторович, а вот вы на память знаете номера телефонов, по которым звонить нужно в экстренной ситуации? Ну, конечно, знаю. Вообще, вот мы сейчас 365 лет, это из вот ведомств, которые работают, полиция, например, даже министерство обороны, мы самые взрослые. Вот. И поэтому у нас 01 номер, это вот первый. Да, да, да. Ну и 112 сейчас вводим потихонечку, он тоже отвечает с сотовых телефонов, надо набирать 112. Сейчас все взоры всех жителей Свердловской области, да и не только, обращены к вам, и у вас есть возможность поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Ну, то, что я вначале сказал, я хочу обратиться ко всем, кто горится с огнем, ко всем, кто спасает людей материальные ценности. Здоровья вам, успехов, удачи, сухих рукавов, это наша пословица такая. Ну, и чтобы в праздники, которые предстоят, вы больше отдыхали, меньше работали, но были готовы. Спасибо вам большое. Напомним, что у нас в гостях был Андрей Викторович Заленский, начальник главного управления МЧС России по Свердловской области. Берегите друг друга. Мы присоединяемся к поздравлениям и после небольшой рекламы вновь вернемся в эту студию. Продолжение следует... Продолжение следует...